Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи, или как ее до сих пор называют многие могилевчане, первую советскую, в этом году ожидают масштабные изменения. Больница одна из старейших в стране, включена в государственную инвестпрограмму. По планам на ее базе построят современный корпус экстренной сосудистой хирургии. Проект в разработке, деньги выделены. Многопрофильное отделение для пациентов должно открыться к концу 2023 года. 80% пациентов, поступающих в городскую больницу СМП, требуется неотложная помощь. Таков профиль учреждения. И здесь всегда готовы, даже в условиях пандемии, решить сложнейшую проблему со здоровьем и вернуть качество жизни пациенту. Корпус, который начнут возводить уже в этом году, будет заточен на лечении острых нарушений мозгового кровообращения, нетравматических повреждений головного мозга и патологии сердца. Для него по проекту прямо на территории снесут 12 ветхих зданий. К счастью, мы тоже будем сносить и действующий ныне кардиологический корпус. Он самортизирован уже давно. Ему свыше 100 лет. Здесь на сегодняшний момент деревянные перекрытия. Здесь один санузел на этаж. На одном этаже в палате расположено 6-8 человек. Палата интенсивной терапии первого кардиологического отделения не отвечает уже никаким современным требованиям. Поэтому, безусловно, люди, наши люди не должны на сегодняшний момент находиться и пребывать в таких условиях. Медицина идет вперед семимильными шагами. В больнице успешно освоены передовые методы тромболизиса и тромбоэкстракции. Но для большего эффекта лечения необходимы и соответствующие условия. Отделение в том корпусе, КТ в том корпусе, ангиограф в том корпусе. Представляете, пациенты катают по всей больнице. Но если еще такая тепленькая, то еще ничего. А если будет все это на месте, то есть просто подъем на один этаж, второй этаж. Ну и, соответственно, вот старое здание, тяжелый больной на второй этаж подняться не может. То есть, а всех больных невозможно расположить на первом этаже. Поэтому, действительно, строительство корпуса – это нужная вещь в условиях и этой больницы, и этого города. Мы работаем в инсультном отделении. И корпус ждем, конечно, с нетерпением. Потому что все наши обследования нам надо делать – возить больных в другие корпуса через улицу. Как бы сейчас тепло стало, но зимой, когда дороги, снег кругом, очень плохо. Поэтому нам это очень необходимо. Тем более больные инсультные, их нельзя не трясти, чтобы положение было нормально на носилках. Они лежали хорошо, потому что это чревато последствиями. И поэтому мы ждем, очень его ждем. Официальная дата основания больницы – 1802 год. Проектирование двухэтажных построек началось в 30-е и 40-е годы XIX века. Проекты в разные годы визировали государь-императоры Николай I и Александр II. Из восьми лечебных корпусов четыре построены до 1917 года. На протяжении долгих лет больница прирастала площадями, отделениями и, конечно, возможностями лечения. После войны Первосоветская даже была областной. Но с 1973 года она получает статус больницы скорой медицинской помощи. Две сотни и два десятка лет – совсем не балласт для учреждения, а опыт, которому нужно совершенствоваться. Площадь первого этажа будущего многопрофильного корпуса – 5000 квадратных метров. Это примерно как стадион. Государственные инвестиции в здоровье могилевчан 110 миллионов рублей освоят за три года. В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве с 36-й городской клинической больницей имени Федора Ивановича Миноземцева города Москвы мы как раз и планировали сотрудничать в части нетравматического повреждения головного мозга, именно в части хирургического лечения. Поэтому, если мы на сегодняшний момент строим новый хирургический корпус, туда, безусловно, будет поставлена самая современная техника и оборудование, и нам в освоении новых технологий поможет не только Москва, но и Первый Московский медицинский институт. Работы по сносу и первому этапу строительства начнутся уже в мае. Вообще больница серьезно преобразилась за последние годы. Работает центр экспресс-диагностики, постоянно обновляется оборудование. При поддержке президента и руководства области модернизировали роддом. Теперь это перинатальный центр третьего уровня. В приоритете по-прежнему остается здоровье человека и его жизнь.